Это следующая продукционная разработка программ в применении призыва на практического программирования Александр Легалович, Игирский федеральный университет. Начинается, как говорится, еще до того, сколько дней как в течение этого месяца я участвовал в трех суперкомпьютерных в Третьей последней в московском комплектуальном корпусе. Очень рада, что эта тема уделяет достаточно внимания. И сегодня просто-напросто я наоборот как раз хотел бы отдохнуть немножко суперкомпьютерной технологии. Можно говорить о тех технологиях, которые связаны как с последователем, как с параллельно не столь связаны, столько связаны с струированием программных объектов. Ну, любое программирование можно рассматривать, как именно вопрос в нем разделяется. Основные парадигмы это парадигмы связаны с алгоритмизацией. Существуют различные подходы к алгоритмизации задачи. То есть функциональное программирование, процедурное программирование, интерактивное программирование. С другой стороны, идет уязвие, связанное с тем, что существуют парадигмы, которые упираются на то, чтобы сделать оболочку вокруг этих алгоритмов, то есть различных конкретных областей, и перейти именно к дополнительным, как говорится, условиям, которые определяются критерием качества. Ну, разные критерии качества, если знаете, это, например, такие как эволюционное расширение программ, о которой я сегодня буду говорить, повторное использование кода и так далее. И вот в рамках, как говорится, этого дополнительного конструирования, на теме алгоритмы предметной области, которые определяют, как можно написать программу, то есть существует дополнительный алгоритм, который приведет к тому, что приводит к множеству дополнительного кода, связанного с тем, как сконструировать и оболочить соответствующие нужным критериям качества. Но вот если перейти на конкретные примеры, то его можно отметить следующее. Говоря о специфике эволюционного расширения программ, то есть можно заметить такие варианты добавления кода, которые часто встречаются на практике. Первый вариант. Мы добавляем код, и в этой ситуации нам приходится модифицировать уже существующий код, ну и в соответствии с этим возникают определенные ошибки, и поэтому существуют разнообразные подходы к тому, чтобы написать этот код так, чтобы вообще можно было этот код. Расширяя функциональность этой программы, добавлять без изменения уже написанного кода. Существуют здесь разнообразные технологии, которые позволяют сделать и то, и другое, и исходя из этого, в принципе, отъемно-ориентированный подход по многому повышает гипкость и обеспечивает больший уровень, как говорится, эволюционной расширяемости, и очень много из-за этого реализовано, например, в тех же самых патрахах проектирования. Я хотел бы начать все-таки с общей постановки задачи, то есть откуда и как можно сортировать необходимость такого расширения. Очень часто она проявляется именно в том, что определяется как полиморфизм. То есть существует задача, зачастую связана с тем, что у нас есть некоторое обобщение, то есть набор альтернатив, который определяется очень понятным. Ну вот, как здесь показано, это геометрические фигуры, то есть несколько фигур самого разного типа, которые можно определить, как специализации объединяются, понятие общей геометрической фигуры. Но на ней могут выполняться различные операции, которые, в конце концов, тоже выполняются через общающие процедуры, включающие в себя специализированные процедуры, ну вот по каждому направлению, то есть ввод, вывод, периметр и так далее. И вот в этой ситуации, если начать с этого примера, то есть различные парадигмы по-разному подходят к решению данной задачи. Ну, а в основном процедурно подходит, например, в самом начале. То есть, если посмотреть на специфику разработки программ, то можно отметить следующее. То есть сначала разрабатываются тем, как специализации, из этих специализаций формируется, конечно, обобщенное понятие, ну, самый приятный пример приведет, когда все объединяется, то есть вход на си, практически. И далее имеется специализация, связанная с обработкой отдельных процедур, но и они вызываются из обобщающей процедуры, которые обеспечивают общее решение задачи, например, через переключатель или условный оператор. Здесь имеются свои плюсы и свои плюсы, связанные с написанием кода. Но если мы планируем, что такой код каким-то образом дальше расширить, то есть это приводит к следующему. Добавляется новая фигура, ну, в данном случае треугольник. Эта новая фигура ведет к тому, что нам необходимо модифицировать обобщение и таким же образом необходимо модифицировать процедуру. Ну, при наличии большого числа и большого объемоколога, все это ведет к тому, что приходится просто-напросто постоянно делать модификации. И в данной ситуации вопрос увязывается в том, что как раз исходя из этих модификаций, то есть возникают дополнительные ошибки. Поэтому существуют различные подходы, которые хотелось бы использовать для того, чтобы писать программу более гибко. Если же говорить о том же самом процедурном подходе с другой стороны, например, если нам нужно добавить новую процедуру на существующем обобщении, то там, как говорится, проблем не возникает. Новая процедура просто-напросто добавляется в существующий код и таким образом, используя раздельную компиляцию, то есть мы дальше спокойно, как говорится, продвигаемся. Что касается объектно-ориентированного подхода, то там как раз возникает наобногональная ситуация, связанная с тем, что базовый класс позволяет нам легко наращивать альтернативы, человек оказательно дисципляется и виртуализацию, ну, то есть полимартизм это наследование виртуализации, и большинство вопросов, связанных с эволюционным расширением программных объектов, они решаются. Но вот здесь возникает другой момент. Если мы не хотим добавить новый метод, этот новый метод, это потому, что модифицируется, например, базовый класс, и следовательно модифицируются все производные классы, расширяющие данную программу. Но этот вопрос касается именно одиночного полимартизма, то есть когда вопросы связаны именно с расширением относительно одного полимартизмого параметра, то есть самого класса. Существуют более сложные ситуации. Ситуации связаны с тем, что нам необходимо одновременно расширять процедуры или методы, которые обрабатывают несколько полимартизмых параметров, то есть то, что определяет мультиметод, и в соответствии с этим необходимо точно так же расширять и сами обобщения в самых разнообразных вариациях. То есть, с одной стороны, мы можем использовать добавление новых специализаций, и хорошо бы сделать так, чтобы не изменялся соответствующий год, а с другой стороны, можно выстраивать новое обобщение, как никто уже не бывает частными методами, которое тоже хотелось бы строить бесполезно на уже существующем ходе. И вот здесь, в принципе, конечно, существует программное решение, о чем я уже говорил, но эти программные решения ведут к тому, что в данном контексте приходится просто-напросто писать дополнительные ходы. То есть, и вот эти данные с паттерным проектированием добавляются, и существуют различные дополнительные треки, которые и в паттерный проектирование не входят. Но в данной ситуации, как говорится, в свое время, то есть это 2000-й год, мы вышли на то, что, раз у нас является новостный полимартизм, то почему бы пытаться не расширить процедурный подход таким образом, чтобы в общем случае, например, задача мультиметода решалась так. То есть мы легко могли бы добавлять новые специализации в обобщении, создавать новое обобщение, а точно так же расширять обобщающие процедуры при изменении уже уровня данных или слоя данных, чтобы весь ход, ну, динамично и каким-то образом расширялся. Но, исходя из этого, была предложена вот процедурно-параметрическая парадигма программирования, которая как раз и была направлена на решение беззадачи. Самый себе процесс связан с тем, что вот как расширить мультиметод, он, в принципе, в разном языке, как говорится, языка программирования решался по-разному. Всем известен, как говорится, один из первых таких веков универсальных языков, который сочетал все парадигмы, например, Loss , и в данном контексте, то есть там были предлагали свои расширения мультиметодов. Здесь же процесс немножко мы реализовали по-другому, то есть, ну, раз это мультиметод, это некоторая внешняя процедура, которая вырабатывает множество своих аргументов как данных, то есть решили просто пакет процедурного подхода. Другая выводка здесь как раз такая, что, говоря именно по внешнему описанию функций или процедур, можно было вот таким же образом подойти к написанию и возможности расширения, то есть, используя функциональных языках программирования. Ну, в частности, одно из наших, наверное, тоже направлений – это функциональные языки программирования, которые мы разрабатываем, и, в принципе, эти работы также планировались под то, чтобы реализовывать такой же подход с использованием данного языка. Ну, и в данном контексте, то есть, был предложен следующий вариант формирования и организации данных. Если посмотреть на его синтетическое описание, это вот в зеленом, сверху выделено, то он мало чем отличается от того, что имеется в варианте зависит от того же самого языка пасхаля. То есть, механизм расширения здесь базируется на том, что у нас есть некоторое обобщение, ну, обобщение может быть с разными дополнительными параметрами, например, признак того, что мы расширяем, можно определяться самим типом или определяться дополнительным специальным признаком, что чаще всего используется. И, исходя из этого, например, ту же самую запись, связанную с разработкой специализации, можно было описать только обычной записью. Так, когда образуется фигура, то она, вот как раз, от дополнительных признаков описывается тот или иной вариант. Это, как говорится, полностью вариант, связанный с процедурным подходом, то есть тем вариантом, который там уже существует. признаки формируются автоматически, они локализованы, и поэтому при компоновке, там, динамической компоновке или статически, легко их ранжировать. То есть они, по сути дела, определяют локализацию и сравнение, если, например, взять с теми же самыми признаками в языке программирования C++ или языке программирования Perron, если их согласно наверно, у них они находятся в локальном пространстве ранжирования, а не переходят в глобальное пространство, как это делается, например, через указатели объектно-ориентированных языков. Далее. Ну, исходя из этого, если нам необходимо, например, расширить где-то запись, то есть это можно делать и в других единицах компиляции, в общем случае, делается следующим образом. То есть строится запись, когда просто-напросто новая специализация добавляется через операцию добавления. То есть, ну вот, тут немножко, как говорится, стиле C++ получается, то есть, но расширение обобщения, таким образом, технически просто-напросто связывается с тем, что создав новую специализацию вдруг, мы тем самым ее включаем, например, в данной ситуации. Так как обобщение — это набор интернативных параметров, ну и здесь многое как бы было построено, то есть, когда мы разрабатывали сам язык и писали вот первый компилятор с этого языка, то есть, за основу взяли язык программирования «Обирон-2», то есть, в принципе, было полностью совместимым с языком «Обирон-2» программирования, ну, потому что «Обирон-2» был достаточно простой, синхронистический, и так как задача связана была больше с тем, чтобы отмоделировать саму ситуацию, посмотреть, как это делается, то есть, естественно, такие стандартные языки, которые бы включали много всего лишнего, то есть, мы убрали их из нашего рассмотрения, чтобы все-таки сделать какую-то меньшинственную работу. Так как в «Обироне-2», например, не было перечислимого типа, то есть, здесь появилась возможность просто наместить любые перечислимые типы реализовывать за счет того, что указывает в качестве интернативы общий пустой тип, например, и таким образом обеспечивать написание в контексте тех же самых обобщений. Но «Окол», просто обозначая здесь, оно в синтексе «Субыла», что в дальнейшем подобное обобщение обширять нельзя. Следующий шаг, то есть, который, как говорится, был связан с дальнейшей модификацией, заключался в том, что «Нолидус», он просто с чистыми обобщениями для повышения гипкости именно программирования и прямого написания кода, то есть, без дополнительных, как говорится, алгоритмических вещей. И мы тут немножко выяснили, что все это увязано именно на динамическом связывании данных, то есть, это именно динамический полиморфизм, то есть, то, что как раз рассматривается в большинстве языков, то есть, когда во время выполнения программы, то есть, обеспечивается именно автоматическое формирование нужного, ну, обработчику нужной специализации, то есть, это не статический полиморфизм, то есть, никаким образом он не ассоциируется именно, например, с перегрузкой функцией, как это часто бывает. И вот в данном контексте, то есть, введение вместо просто обобщения обобщающих записей, которые включают обобщение в себя, ну, это еще точно упоминает, например, вариантные записи языка программирования модула 2 с одной стороны, когда там точно так, как в конце имеется крейс. Но вот по тому принципу, который здесь был реализован, то есть, это позволило точно так же расширять вариантную запись так, как это было сделано в обобщении, то есть, легко добавлять в этот вариант новые программные объекты. Ну, здесь приводится еще дополнительно, то есть, возможность описания переменных, если вы хотите описывать переменные как конкретную специализацию, она просто указывается во второй части. Ну, вот, в данном случае приняли, как говорится, функциональные записи, тоже круглые стопки вместо угловых и других стопок, которые были в первых версиях у нас. Поэтому, если в данной ситуации получается следующее, имеется некоторая запись, в которой, вот, вторая часть является пустой, то есть, на данный момент, потом мы добавляем туда действительно Y, если мы хотим специализацию создать X и действительно Y и создавать другие специализации, то как раз показываем вот этот вариант. Когда работаем с первой частью, пора работать, как с обычной записью. При работе с альтернативной частью, просто в скобах указывается имя со специализацией, и там указывается уже то значение, которое ввязывается с этим специализацией, то есть, для этого прекрасного понимания. Ну, второй вариант, это тот вариант, который здесь по умолчанию, то есть, потому что другого, в общем-то, недавно в других альтернативе не то, он тоже, в принципе, работает. Ну, следующий момент, на котором хотелось бы вот установиться, это то, что в данном контексте, то есть, можно создавать не только вот именно сами записи, но и похожим же образом описывать и задавать различные варианты обработчиков специализации и обобщений. То есть, с самими обработчиками специализаций проблем не вызывает никаких, то есть, они описываются как обычные процедуры, потому что в данном контексте они связаны с конкретными типами данных. То есть, например, если мы возьмем круг, то в круге можно описать обработчик, обеспечивающий его вывод, или, например, улучшение площади, периметра и так далее. То же самое касается и обработчика, в данном случае прямоугольника. Ну, а когда начинает создаваться, например, обобщение, связанное с обобщением круг прямоугольник, то техника, возможно, такая. У нас есть как раз техника, когда в качестве признака определяется тип фигуры, то есть, обобщение, то есть, это тип прямоугольника или треугольника, а далее задается следующее. Можно создать обобщающую процедуру от этого общего параметра. Те горные скобки просто-напросто введены для того, чтобы показать, что это у нас список полимодных параметров. Далее, как говорится, есть такая из этого. Ну, здесь вот, здесь может быть дело по умолчанию, но в данном случае приведен пример, когда тело, в принципе, отсутствует, получается аналог чистой функции абстрактного класса, при том же самого языка программирования C++, взорванного счета внешней процедуры. Ну и далее, получается, что здесь у нас используются как раз их уже обработчик специализации, связанные с конкретными уже решениями. Здесь существует много различных вариаций, которые позволяют, например, конкурсулировать данные. Например, в одном модуле, когда разработчик создает некоторые объекты, которые не хочет изменять, он создает просто-напросто обобщение, а пользователи, как говорится, предоставляют запись без передачи именно внутреннего интерфейса обобщения. Тогда просто-напросто, в данном случае, как раз то, что обобщается внутри, ложится на разработчика, например, в его библиотеках, может просто наоборот эти данные изменяться. И, в целом, вот здесь как раз уже немножко днепросто концепция базируется на том, что получается, в отличие от объектно-аригированных подходов, где базовый класс определяет некоторый обобщающий тип, все остальные производные классы являются расширением этого типа, и, по сути дела, каждый новый класс — это новый тип по своей природе, поставляемый вместо вашего класса. Здесь всегда имеется один тип. Но внутри этого типа имеются специализации. И, по сути дела, ассоциации вот этого, которые мне и на них же показывают, ну, в чем основное ключевое отличие? Если традиционный, как говорится, аспект, это что? Аналог, после адресации, когда у нас указатель определяет полиморфиза, вот здесь, именно идет индексация. И, следовательно, через индексацию можно, вот именно как локальный признак, то есть можно подключать и использовать вот именно сам механизм для организации полиморфизма на уровне вот этих процедур. Но, в принципе, в базовом варианте так оно и сделано, то есть когда именно многомерные таблицы потом, в зависимости от мультиметода выстраивают, доступ к нужному обработчику специализации. Какие дополнительные возможности появились, когда мы ввели обобщенные записи? Варианты появились в таких. Можно на основе этих вариаций создавать достаточно длинные цепочки. То есть, например, если делается описание записи, в которой у нас идет, в данном случае, в дальнейшем ее регулярное или регульсивное определение внутри нее, то есть в одной из специализаций, то в этом случае можно, ну, по сути дела, при описании перемен, создавать цепочки специализации, базирующие на различных признаках. Ну, в данном случае здесь Т3, это то расширение в данной записи, которое является рекурсивным. И следовательно, исходя из этого, пока мы не дойдем до конкретного ухла, то есть мы можем эти длинные цепочки описывать, ну, по аналогии, например, с некоторыми массивами или динамическими структурами данных. Если перейти, как говорится, еще посмотреть, какие варианты, ну, вот здесь вот приводится вариант, связанный с декоратором. По аналогии с тем, раз у нас можно подмену делать и формировать данные, ну, в декораторах, вы знаете, это динамическое связание во время упалнения программы, здесь возникают такие вариации, то есть можно одно из описать некоторых декораторов, как абстракт, чтобы делать его в дальнейшем, просто-напросто включать его в соответствующую конкретную запись. Включив это в конкретную запись, в дальнейшем можно что сделать? Можно при описании альтернативных понятий включать туда декора, могилисты, так? И таким образом при формировании новых типов и новых объектов, то есть сформировать цепочки, которые включают в себя несколько декорируемых элементов, ну, так же, как и в обычном декораторе, то есть спичи в разных вариантах. Все это делается может именно на этапе, как говорится, по сути дела, описания программы, то есть из мелких объектов, то есть, ну, собственно говоря, без самой мышно-эстетической компиляции, которая позволяет создавать нужные и специализированные объекты, объявлять их, без дополнительного, как говорится, выполнения какого-либо года. Второй момент этой работы был связан с тем, что, в принципе, одним из важных факторов является модульная структура программы. Суть это заключается в том, вы узнаете, есть пространство имен, есть модули, и если говорить о том и другом факторе, связанной с памяти, то пространство именно, оно при определенной гибкости ведет к тому, что при компоновке постоянно нужно отслеживать, как говорится, практически все взаимосвязи между новыми добавляемыми подпространствами. Бодульная структура в этом плане, с одной стороны, проще, но здесь, как говорится, отсутствует гибкость. Главный модуль, он, как и раз, я их все увяжу их поедино, и при расширении новый модуль могут добавляться только, например, снизу, в данной ситуации. И в первом даже, в своем языке, вот, говорится, построено BWM на базе Erlona 2, то есть, мы просто использовали обычный гимпорт модулей, ну и как в Синкт-Стур сделали проект, который потом наполнительный модуль к нему подключал. И они тогда входили в проект, и все, что в них описывалось, расширяющие эти модули, оно, как говорится, обеспечивалось. Но возник определенный момент такой, что мелкие модули, расширяющие, они как-то оказались не очень удобны. Поэтому, в принципе, появилась, как говорится, новая идея создание подключаемых модулей, которые расширяли пространство именно таких модулей. Ну и вот этот вариант, собственно говоря, и сейчас реализуется. А вот здесь я просто привел пример, насколько я понимаю, у меня уже время отдает, то есть заканчивается, в котором показано, что здесь имеется, как говорится, расширение программы для мультиметода, просто приведено пример. Есть модуль прямоугольника, есть модуль треугольника. В дальнейшем, как говорится, модуль фигур описывает прямоугольник и треугольник как независимые модули. Когда мы говорим, например, о мультиметоде, мы его описываем в модуле пространство имен фигуры. То есть модуль мультиметода подключается к фигуре и описывает там все варианты взаимодействия с мультиметодом, то есть расширяя его пространство а это процедура от вывода круга, который включается в фигуру в отдельном модуле, расширяющий тоже фигуру. Здесь добавляется уже расширение мультиметода как отдельная процедура. Все это, в принципе, может компоноваться на этапе компоновки обычной статической или динамической. Тут без разницы, в принципе, эти примеры все время были описаны и опробированы. Ну и в целом можно посмотреть, что для мультиметода программа может расширяться мультиметод таким вот образом. Это, как говорится, самый лучший пример. Ну и последний здесь слайд. Слайд связан с тем, то есть что происходит по гибкости. То есть сопоставляются некоторые базовые ситуации, объектно-ориентированные процедурные и процедурные армитрические подходы. То есть данный подход обладает достаточно гибким. Ну, в принципе, поэтому все слайд. Мы можем оставить это. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, спасибо. Очень интересный доклад. У меня небольшой вопрос. Скажите, а можете сравнить предлагания Балыш? Вот вам подход к расширению программ. Например, с аспекта ориентированного программирования, поменяемого языка. Да, конечно. То есть, в принципе, у меня один слайд, который был там, как говорится, раньше везде. То есть там этот сквозной вариант именно на все процедуры. Мы здесь его реализовывали. То есть еще, если, как говорится, туда вернуться, у нас есть подход, который не является, как говорится, аналогоматом. Это перегрузка функций с одинаковой сигнатурой. Где такая же функция, как и те, которые мы пытаемся дальше расширить. Просто имеет ту же самую сигнатуру, но является как бы дополнительным добавлением. Расширяющим функциям слева, справа. От этого уже, как говорится, варианта приоритет зависит. То есть это другой немножко подход. То есть там сквозное именно расширение. То есть на все... А здесь именно полиморфизм. Ну, в принципе, да, это знакомый предмет. Если что, можно просто решить. Еще вопрос есть? Вот этим подходом вы старались уменьшить количество ошибок в новых, дополняемых модулях, и особенно в старых модулях, которые почти не меняются. Вообще не меняются, старались. Вообще не меняются. А вот с точки зрения понимания архитектуры, вот ведь каждое новое подключение такого модуля, который дает обобщающий класс или еще какой-то, оно может сильно менять архитектуру программы. То есть вот понимание архитектуры, как по вашему ощущению, не усложнилось ли это? Вот здесь очень интересный вопрос. И то, что вот, например, если посмотреть по последним вариантам, связанные с потешем классов, классами в языке США, да, я думаю, что если там уже пошли сейчас, наверное, последние годы, когда класс начинает уже делить на отдельные кусочки, то есть я думаю, это меньше все-таки влияет. Это первый фактор. Второй фактор такой. То, что получается здесь, в принципе, вот эти отдельные модули, при автоматическом рефакторе, в конце концов, потом можно собрать, когда это будет необходимо, и обеспечить ценность архитектуры. Ну, то есть здесь слишком очень много маленьких. И собирается это достаточно просто, потому что, ну, как оно добавляется, так и расширяется. Ну, и один еще момент такой есть, на самом деле, здесь. Это вопрос связан с тем, что сейчас же большинство систем и тенденции какая идёт. Потому что идёт инструментальная поддержка, то же самое JetBrains и другие. Формируются именно структурные системы-редакторы, которые просто-напросто в процессе написания кода уже выстраиваются в эту объектную модель, да? И, в целом, как говорится, тогда это всё можно учитывать именно в таком же ключе, но дико добавляя ножи. То есть, в отличие от того же самого США, ну, цель для них. То есть, пожалуйста, товарищ Торпас глупыстры и шарик мёртвы из интергонера. Здесь вопрос такой, насчёт мёртвы из интергонера. Я могу сказать… Ну, я могу сказать… Ну, если говорить о Black Box, например, там народ ещё воюет на своих сайтах, и о шарикной амбексе есть, а теперь я просто про Аберон. На самом деле, вот, если говорить о Аберонной сети, да, Аберонной сети в момента ещё год назад, то есть, делается Аберон, расширяется в 2000 году. Наличие Аберона – это значит, что жёны мёртвы? Нет. Эти языком никто не пользовался. Ну, и больницы, я не знаю, компонатисты, да? Да, да, да. Вот, например, Джон Брэнс, когда я сходил язык, всё-таки они взяли сам GVM и катали, то понятно… Ну, они взяли, как говорится, сделали новый язык, который тоже можно считать, типа, самым языком бёртвы, да? Он работает на той же архитектуре GVM. Это совершенно разные вещи. Да, это работает на этих архитектуре, подстроенной системой, что также мы можем использовать. Во-вторых, тут маленький момент, здесь вот и насчёт философии языков. Передело синтерсис языка под то же самое. Фигурные словочки написать вместо беги, например, или ещё что-то – это небольшая проблема, на самом-то деле. Синтаксических фактов переписываются, и всё. Ну, просто-напросто. Занимаясь отработкой определённых деталей, как и в любом моделировании, мы устраиваем модель, которая меньше реального сложного объекта. У нас был согласен, например, ещё в будущем году и так далее, начать с того, что оставляет, как говорится, этот дополнительный параметрический полиморфизм, что-то похожее на яву. Да, но какой смысл строить внешние функции на яву, как говорится, и выходить в тот монстр, который сейчас у нас есть, и мы сегодня послушали его. Как сказать, у нас всегда есть эти DSL, которые могут потом демилироваться, а в основном уже быть такими же, например, оставить свой язык и то, что думаете библиотеки, которым она пользуется. Мы можем говорить, как говорится, на первую очередь. Нет, это очень простой вопрос. Если тема интересная, да, мы можем, как говорится, и кому-то нас интересует, куда её строить, можно, как говорится, это тема отдельно рассудить. И вопрос, если ты говоришь, синтексис это одно, а логика внутренних функционеров это совсем другое. Затем отвечает за этим относительным. Ещё один, есть больше вопросов. Я ещё раз благодарю вас. Я вот смотрел на всю презентацию, вы много чего показали, но я, честно говоря, не убедил, что ваш подход существенно лучше, чем объектно-интересный программирование. Куча примеров перевели, а в результате вот где этот профиль, за счёт чего вы всех победили? Не победили ли вообще? Ну, профиль, как говорится, если он был здесь, в последнем. Если те же самые, как говорится, паттерны проектирования, там, это дополнительный код, который не является уже самой спецификой языка, для чего используется новый язык? Для того, чтобы уменьшить написание кода. Правильно? Написание кода, при конструировании программных объектов, в данном случае, уменьшается. В этом основной плюс. Табличка, это вообще странно, единственное добавление новых процедур, в объектно-интересном программе у них нет. У меня же есть, там, процедура, я на то же самое, а геолит метод, например, тоже самое впечатление, получается, нельзя в объектно-интересный у меня класс. Правильно? Это не такая проблема, ради которой самым бизнесом преимущественно меняем класс. А в вашем случае? Даже в случае, я не о преимуществе говорю, а о специфике именно эволюционного расширения. Когда идет большая программа, там все эти вопросы комплексно накладываются один на другой, тем более, как говорится, чисто объектно-интересный подход, никогда не используется на последний день. Окей, спасибо. Мы с вами пообщаемся. Мы с вами пообщаемся. Спасибо.